МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если больницу закроют, столько работников потеряется. Куда-то им же нужно где-то работать. Село Матур может остаться без стационара. Официально населению об этом никто не объявлял, но люди готовятся к худшему. Ой, спасибо, спасибо большое. Ой, господи, столько много. Доброта спасет. После сюжета в программе Вести Хакасия семья украинских беженцев ощутила, насколько отзывчивы местные жители. Давали это все в прямом эфире. Все было. И в омороке падали. Юбилейная рубрика ГТРК Хакасия продолжает рассказывать о людях, внесших свой вклад в развитие телевидения. Может быть, у кого-то возникнет возможность, желание помочь теннисистам. Белые молнии мечтают о спонсорах или как отсутствие средств может сдерживать профессиональный рост юных спортсменов. Проект бюджета на 2015 год рассмотрели депутаты Верховного Совета на минувшей сессии. Как считают парламентарии, главный финансовый документ получился сбалансированным и учитывающим первоочередные задачи, стоящие перед республикой. Проект бюджета на будущий год стал центральным в повестке 12-й сессии. Перед его обсуждением к депутатам обратился глава исполнительной власти Виктор Зимин. Он поблагодарил кабинет министров и депутатов Верховного Совета за работу над главным финансовым документом, от которого напрямую зависит стабильность развития республики. Благодарю, Владимир Николаевич, за такую позитивную позицию. Многие вопросы мы решили. Наверное, процентов 90 мы действительно сняли. Я согласился со всеми поправками, те, которые были предложены. И по здравоохранению. Владимир Владимирович очень много предложил, особенно по родовспоможению, касающейся тех вещей, которые у нас находятся уже теперь не в республиканской столице, а именно в районах, в городах. Дадим деньги на это оборудование, потому что проблема острая, мы ее видим и будем изыскивать дополнительные ресурсы. Параметры бюджета 2015 по сравнению с 2014 годом увеличились на 2 миллиарда. Доходы более 18,5 миллиардов рублей, расходы около 22 миллиардов. Предполагается, что дефицит в 4 миллиарда удастся закрыть с помощью федеральных субсидий. Большая часть казны будет направлена на повышение зарплат бюджетникам и сельским служащим. Кроме того, необходимо обслуживать госдолг Хакасии. Как отчитался перед депутатом и министр финансов, размер долга он считает разумным. И в будущем правительство планирует перейти с дорогих банковских кредитов на более дешевые бюджетные. Мы говорим о том, что 26% это именно собственные доходы. А если учесть финансовую помощь, которую мы получаем, а, например, в текущем году мы ее начинали бюджет с 3 миллиардов, а заканчиваем уже 8 миллиардов мы получаем, то, соответственно, эта нагрузка в проценте уменьшится. И она будет в пределах 12-13%. И, ну, между тем, все равно мы понимаем, что эти средства мы тратим на обслуживание госдолга, то есть на выплату расходов. И, конечно, наша задача стоит именно снижать долговую нагрузку с тем, чтобы в будущем меньше тратить расходов на проценты. Также в проект бюджета были внесены поправки на общую сумму 138,5 миллионов рублей. Были учтены предложения практически всех фракций парламента. Так, КПРФ боролась за увеличение помощи сельхозпредприятиям, а ЛДПР – за деньги на обучение инвалидов, на водительские права. Удовлетворить все пожелания пока невозможно, однако, уверен глава профильного комитета, республика сможет потратить больше средств, чем она запланировала сейчас. Я совершенно не сомневаюсь, что они, во-первых, будут увеличены в течение 2015 года на целый ряд стройок, которые содержат федеральное софинансирование. Это первое. И второе, они вызовут мультипликативный так называемый эффект, то есть приток, поскольку стройки на территории Хакасии, а значит, это покупка арматуры, цемента, выплаты, зарплаты, ну и так далее, и так далее, что в свою очередь дополнительно вызовет приток доходов от строительной отрасли. Поэтому я не сомневаюсь, что бюджет по результатам 2015 года на год вперед забега будет значительно выше, чем тот проект, который мы принимаем сегодня на сессии. Участие в федеральных программах особенно важно в условиях кризиса. По сути, только так, при возможности софинансирования, республика может переселять людей из ветхого жилья, ремонтировать дороги и вести масштабные стройки, нового здания музея или перинатального центра. Участвовавшая в работе сессии депутат Госдумы от Хакасии Надежда Максимова подсказала, как еще можно получить деньги. Мы ко второму чтению приняли поправки, которые касаются сельского хозяйства. Во-первых, в 2014 году 20 миллиардов рублей дополнительно по селу будет распределено. Это будет на возмещение процентных ставок по растениям и животноводству. То есть с этой темой поработать в этом году надо. 20 миллиардов рублей предусмотрено по селу на импортозамещение, что тоже касается нашей республики. То есть нужно будет... Да, мы потом соберемся как бы отдельно поговорим. То есть с этим вопросом надо будет работать. Что мы готовы предложить с точки зрения производства нашей сельхозпроизводителей для того, чтобы вот в эту программу импортозамещения по селу поучаствовать обязательно. Как отметил председатель бюджетного комитета Сергей Комаров, исполнительной и законодательной властям удалось сохранить социальную ориентированность бюджета. Расходы на здравоохранение и образование остались на прежнем уровне. Сейчас главная задача повысить налогооблагаемую базу для увеличения доходов республики. Без создания и начала это положено в 15-м году целого комплекса новых предприятий на территории Бейского района, города Саиногорска, Аскизского района, Ширенского района, я то им имею в виду, мы в дальнейшем нам очень сложно будет соблюдать те планы, которые заложены у президента. Ну, мы их обязаны соблюдать, указы президента, по увеличению заработной платы, бюджетников и так далее, по инвестиционной привлекательности региона, строительству дорог и так далее. Только создание новых производств позволит нам планомерно двигаться вперед. Бюджет 2015 прошел чтение и фактически это означает, что самый сложный этап согласований уже позади. До конца года документ будет принят в окончательном варианте. Константин Кравцов, Марина Конодакова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Опасаться, что в условиях кризиса государство будет сокращать расходы на социальную сферу и в частности на здравоохранение нет оснований, уверяют чиновники. На сессии также был утвержден бюджет территориального фонда обязательного медстрахования. И он практически на 20% вырос по сравнению с 2014 годом. То есть жители Хакасии смогут в полном объеме получать бесплатную медицинскую помощь и даже больше. За счет средств фонда нуждающиеся смогут пройти лечение в федеральных медучреждениях. В целях увеличения, улучшения качества оказания медицинской помощи инновацией этого года, как и в всей Российской Федерации, будет оплата за счет средств обязательного медицинского страхования некоторых видов высокоспециализированных, так называемых высокоспециализированных видов медицинской помощи. Это виды, которые производятся в других учреждениях. Это преимущество федеральные институты и федеральные центры. На эти расходы мы запланировали 400 миллионов рублей. Для того, чтобы наши граждане могли беспрепятственно лечиться в федеральных центрах бесплатно за счет наших средств. А вот в селе Матур Таштыбского района переживают, что могут остаться без стационарного отделения местной больницы. О такой вероятности на днях сообщила районная газета. Люди взволнованы не на шутку. Мало того, что часть медиков останется без работы, закрытие стационара ударит и по близлежащим селам, чьим жителям придется ездить за медпомощью в районный центр. В ситуации разбиралась Олеся Калиниченко. Село Матур Таштыбского района крайний населенный пункт юго-запада Хакасии. Дальше только тайга. Несмотря на такую отдаленность, село достаточно большое – полторы тысячи человек. Поэтому, когда по деревне поползли слухи о закрытии местного стационара, население не на шутку заволновалось. Стационар нужен? Конечно, нужен. Постоянно в Таштыб ездить, что ли? Болею сахарный диабет у меня. Мне каждый месяц нужно в больнице быть. Я каждый месяц туда езжу. В год два раза я капаюсь. Здесь? Да, они меня назначают. Они меня в Таштыбе не уложат. Там мест нету всех. Если больницу закроют, столько работников потеряется. Куда-то им же нужно где-то работать, устраиваться куда-то на работу, ехать. Разговоры о закрытии разгорелись с новой силой, когда в районной газете появилась статья о реформе здравоохранения. Автор записал интервью с главврачом Таштыбской ЦРБ и в конце сделал выводы, что в результате грядущей оптимизации в Матурской больнице планируется сократить круглосуточный пост на пять коек и перейти на дневной стационар. После таких новостей в местном сельсовете стали собирать подписи и готовить обращение к главе республики с просьбой сохранить в участковой больнице круглосуточное пребывание. До райцентра нам очень далеко. Это 40 километров. А поскольку у нас здесь часто зимы бывают очень суровые, добраться будет очень тяжело, до райцентра. И если закроет стационар, то у нас и социальные койки тоже закроются. А у нас ведь где-то 260 человек проживает пенсионеров и детей у нас уже приличные. И школу у нас хорошую построили, и дом культуры построили. А вот если стационар закроют, у нас как-то и люди стремиться к нам стали. А если закроют, уже как-то не так. В самой Матурской больнице медперсонал старается не падать духом. Тем более никаких официальных заявлений о закрытии стационара в медучреждение не поступало. Хотя статью в районной газете о реформе здравоохранения и ее последствиях они тоже читали. Здесь по-прежнему круглосуточно принимают больных и не только. У нас попадают такие люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Дети, взрослые, пенсионеры со всего района бывают, свозят к нам. Например, если дети оказываются в трудной жизненной ситуации, органы опеки заранее звонят нам и в этот же день привозят с сопроводительными бумагами. И дети остаются у нас, пока их не заберут, не придет дальше. Также со взрослыми. Ну и стационар у нас выполняет. Ну круглосуточный прием, можно сказать, больных. Больные обращаются, вызывают там. Скорую. Скорую как бы нет у нас. Ну дежурный медперсонал, и мы обслуживаем вызыва. Стационар в Матурской больнице это еще и дополнительные рабочие места. Закрытие круглосуточного пребывания автоматически приведет к сокращению медперсонала. Сегодня здесь трудятся 23 человека. В Министерстве здравоохранения ситуацию в Матуре комментировать не стали. Слухи о закрытии не подтвердили, но официально опровергать почему-то не стали. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. События недели. Небывалый отклик получил сюжет несколько дней назад, вышедший в эфире программы Вести. В нем рассказывалось об украинских беженцах, которым требовалась помощь. Это Оксана Кравченко и Лариса Мартынюк. Обе с детьми приехали из Иловайска. Сейчас живут у родственников в Абакане. Так как нет работы и средств к существованию, беженцам требовалось элементарное. Продукты, питание, теплые вещи, моющие средства. Сразу после выхода материала в эфир и в последующие дни телефон нашей редакции разрывался от звонков телезрителей, желающих помочь украинцам. Лариса и Оксана были поражены такой отзывчивостью. Ой, спасибо, спасибо большое. Ой, вот столько много. Пятей праздник сегодня будет. Беженцы получают помощь не только от простых людей. В четверг Красный Крест начал им выдавать деньги. Каждому члену семьи полагается по 3000 рублей. Средства выделены из фонда республика. И возвращаясь к теме экономики. Несмотря на то, что сейчас правительство больше интересует развитие промышленности, о сельском хозяйстве оно тоже старается не забывать и поддерживает тех, кто добивается реального результата. Один из немногих таких примеров – совхоз «Целинная», который буквально с колен поднял погибающий совхоз «Борец». В четверг там побывал глава республики Виктор Зимин. За два последних года на сельхозпредприятии построено зернохранилище, телятник и молочный комплекс на 600 голов. Оборудовано оно современными доильными аппаратами, аналогов которым в республике нет. Во все это директор «Целинного» Владимир Санников вложил 50 миллионов рублей. Кроме того, за текущий год хозяйство в «Борце» увеличило дойное стадо, а трудится здесь около 150 местных жителей. Еще недавно селяне уже и не надеялись на позитивные перемены после банкротства совхоза. Теперь совсем другое дело. Пять лет назад мы не получали зарплату, мы не видели корму, жить было очень тяжело. У всех подрастают дети, их надо учить, их надо кормить, лечить в свое время. А разруха была полная. Мы даже не предполагали, мы не думали, что когда-то мы увидим вот такое чудо. Виктор Зимин оценил проведенную работу и решил поддерживать сельхозпредприятие. Думаю, не меньше 200 миллионов будем добавлять. Ну а вы с министерством готовите программу, у нас есть вопросы, мы обсуждали. Решение будем принимать, так что вы сегодня уже знали, с чем будете заходить, с какими ресурсами. И плюс отдадим долги. До конца года рассчитаться с вами по технике за прошлые годы, по химии, по удобрениям. Необычный конкурс состоялся на днях в Абакане. Его участники лишены возможности видеть мир своими глазами. Но это не значит, что они не могут читать и даже соревноваться между собой по скорости и выразительности чтения. В чем магия шеститочия? И главное, почему инвалидам важны такие встречи? Увидела Наталья Гармашова. На широком дворе, на гладком поле стоят четыре папа. Десятилетняя Лиза Кириченко сегодня в числе лучших чтецов. Отлично и пишет брайевским шрифтом. Вот только продемонстрировать умение пользоваться грифелем на первом этапе состязания и не получилось. Просто разволновалась и не вспомнила отгадку на предложенную загадку. Вместе с Лизой на конкурс в этом году приехали еще три ученика спецшколы. Оля Левкут – семиклассница. Читать очень любит, поэтому и в литературных викторинах участвует с удовольствием. Сказки люблю там много. Читаю сказки. Исторические произведения читаю. Читаешь именно вот брайевским шрифтом напечатанным? Или слушаешь аудиокнику? По брайеву я так лучше понимаю. Соперники школьников – чтецы-пенсионеры. Однако скидки на возраст при выставлении баллов жюри не делает никому. Строго учитывается и техника, письма и выразительность чтения, и правильность ответа. Результаты за первое задание порадовали далеко не всех участников. Однако второй этап состязаний взбодрил конкурсантов. Удалось наверстать упущенные баллы. Задание интересное и, главное, полезное. Важно было на ощупь определить номинал российских монет. Человеку, которому привычнее видеть их, сделать это крайне сложно. Вообще, ну пусть будет копейка. Такие встречи для людей с ограниченными возможностями здоровья это шанс найти новых друзей и зарядиться положительными эмоциями. И главное, вновь и вновь доказать самому себе и окружающим, что ты такой же, как все. Наталья Гормашова, Игорь Брюханов. Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем нашу рубрику, посвященную юбилею ГТРК «Хакасия». Слово Анне Ахпашовой. Здравствуйте. Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании «Хакасия». Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии – Игорь Иванович Зиберев. На телевидении он с 1981 по 1996 год. Пришел ассистентом телеоператора, работал режиссером и главным режиссером. Игорь Иванович, здравствуйте. Доброго времени, суток. Прежде всего, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию и вспомнить эти наверняка замечательные годы, проведенные в этих стенах. Ну, они были самыми… Это была молодость, поэтому, естественно, они были самыми запоминающимися. В далеком 1981 году вы пришли сюда помощником телеоператора. С чего для вас вообще начиналось телевидение? Не помощником, а ассистентом тогда. Ассистентом. Ассистентом телеоператора. Было объявление, и мы два человека в один день, в один час пришли с Равильом Николаевичем Дзисько и взяли нас по росту. Больше никаких критериев не было. Вот так мы попали на телевидение. Кто стал вашим учителем на этом поприще? Ну, тогда телеоператорами были именно костяк такой, потому что делилось телевидение кинооператоры, которые выезжали на съемки, а телеоператоры работали только в студии. Вот студийные телеоператоры были Александр Митч Еремин, Александр Николаевич Черчинский, Евгений Алексеевич Чаенков. Вот это три были основных костяк. Они были разные люди, у каждого свое настроение и так далее, но опыт они действительно передавали. Карьерный рост продолжался. Удалось поработать в прямом эфире непосредственно за камерой? Да уж, естественно, потому что процентов, грубо говоря, ну, 70. Это был прямой эфир. Причем это были прямые эфиры просто разговора, это были прямые эфиры телеспектаклей, спектакли драматических театров, Минусинский, там, Хакасского национального, Хакасского русского. Русского драматического, вернее, театра. И давали это все в прямом эфире. Все было. И в обмороке падали и артисты, и артисты забывали, например, древнегреческую одну трагедию. Артист вышел, не буду говорить кто, в очках, потому что, ну, забыл снять. То есть было все, было действительно очень трудно. Ну, выкручивались. Это было интересно. В какой-то момент вам этого стало мало, да? Произошел перелом, было принято решение немного поменять профиль. Да, и телеоператор выполняет волю режиссера, в первую очередь, особенно, потому что тогда было основное, это была студия. Это сейчас немножко все изменилось, когда студия сейчас не является главной, является видеосъемкой где-то на стороне и так далее. И мне захотелось, ну, сесть за пульт и делать свое. Кто-то вас поддержал вот в этом стремлении действительно стать режиссером? Сначала вы стали ассистентом режиссера. Да, ассистент тоже. То есть мы поддерживали действительно все, и Тамара Исаевна Бронер, и потом уже многие годы я работал, несколько лет работал с Георгием Владимировичем Болотиным. У каждого из режиссеров был свой почерк, и мы учились брать хорошее. Помогали коллективно, скажем так. Ну, вообще, не согласитесь со мной, может быть, ну, на наш взгляд сегодняшний, да, журналистов сегодняшних, профессия режиссера в те годы была, ну, без привлечения, героическая, потому что вам приходилось воплощать, да, при минимуме каких-то средств... Что-то придумывать, придумывать на ровном месте. Поэтому применяли все, и художники, и мы, и режиссеры, я имею в виду, и телеоператоры, и игра со светом, ну, звукорежиссеры. Потому что важно было всегда, особенно в прямом эфире, тыл. Когда, например, ты в тылу, звукорежиссер Владимир Моисеевич Анин или Костя Мачин, ты знал, что ты спокоен. Кто телеоператоры, тоже очень важно. И поэтому коллективный труд. Это хорошо, и это одновременно плохо. Потому что была такая пословица в наши годы, то шоферка пьяный, то бензинки нет. Это как раз о коллективном труде. Потому что чем вот хорошо и плохо телевидение? Потому что ты зависишь от людей, от событий, которые ты не можешь предугадать. Выезд, например, передвижной телевизионной станции. Выезжали, ну, по всей Хакасии, но там главное надо было подцепиться к электроэнергии. Да, ты мог договориться за неделю с электриком, но в день приезда электрик мог и запить. И все срывалось. А это труд коллективный, когда выезжало несколько машин, ну, и так далее, и так далее. Но если на выходе получался, как сегодня говорят, качественный продукт, значит, вот это доверие, да, и консолидация, она все-таки получалась? Видите, в чем дело? Вот для меня вот то телевидение, то есть, ну, пусть оно даже советское и так далее, в основе стоял все равно человек. То есть единица измерения, вот сегодня единица измерения – это новости, а тогда был человек, и поэтому время было другое, и отношения, и так далее. Душевнее, наверное, было? Нет, оно было в чем-то плюсы, в чем-то минусы. Тут не скажешь, что вот оно душевнее было. Оно проще, стабильнее было, может быть. Но человек всегда… Чего не хватает сегодняшнему телевидению? Я не в упрек никому и ничего. Мы вернемся к этому. А вы помните своих героев, может быть, героев передач, фильмов? Не следите за их судьбой? С тем, с кем пришлось столкнуться? В свое время Георгий Владимирович Болотин нашел такого художника, ну, к сожалению, он умер, Иван Семенович Старушкин. Тоже передача была большая. Ну, вот с Володей Раздобурдиным подружились. На нем мы остановимся поподробнее. Да, мы остановимся поподробнее. Как подружились, я до сих пор не могу сейчас вспомнить. Ну вот, и на многие года, потом, когда он уже уехал из Хакасии, уже его вот в сентябре была годовщина, его, мы продолжали эти отношения человеческие. Ну, вот один из примеров. Давайте поподробнее остановимся именно на этом фильме. Если я не ошибаюсь, это 1994 год. Ну, видимо, да. Вот я не помню. В нашем архиве сохранились эти кадры. Давайте посмотрим. Давайте. Да, да, да. Это да. Эдвард Ким, театр, драма, Барнаул. То есть, это вот видеофильм, чем? Попытались сделать. Конечно, там до клипов мы не дошли, но попытались сделать студийные съемки. И выезжали мы на пленэр, скажем так. Минусинский вот были. Фактура, действительно. Фактура, то есть... Это дом Вильмера. Декабрации, да, да, да. Если так можно сказать. И до сих пор, по-моему, там ничего особо не изменилось. Ну вот террасы, на которой стоял герой, уже нет. Буквально несколько лет назад были там на съемках. На съемках. Вот это она обрушилась. Снимал один оператор. Снимал один оператор, Володя Якутович. А вот студийные, вот как я сейчас вспоминаю, там было черно-белое. Искал поиск из слов песни, скажем так. Я сейчас не помню уже детали, но я хорошо помню, что из слов песни. То есть мы сначала все записали, я имею в виду музыкальную фонограмму и так далее, прослушивали и искали. Вот этот путь решения. Ведь такая колоссальная работа была. Но это вот в этой студии, это значит, писал Володя Якутович. Значит, он и в студийные съемки. Именно вот так сверху и решили. Не знаю почему. Вот оно в тот момент и решилось. Ну чем вас именно зацепил вот этот композитор? Музыка особая. Музыка, человек. Скажите, вот ваши какие-то находки творческие, да, которые сегодня мы уже можем оценить, что это действительно было, наверное, с опережением даже своего времени, потому что видеоклипы... Ну, громко сказано. Ну, видеоклипы так или иначе, по крайней мере, в своем зачатке, как они некоторые сегодня что-то похожее делают. Как они рождались у вас? От музыки... С кем-то советовались? Нет. Когда делали что-то необычное? С автором. С автором. А самое главное, я и считаю, и продолжаю считать, что 90% ну, не сегодняшнего, вот того телевидения и любая передача была от успеха, это музыка. Потому что то музыкальное оформление, которое ты интонацию дашь, оно помогало раскрываться. Даже не видео, именно музыка, она закольцовывала все. Не знаю, это моя точка зрения, но я могу быть прав и не прав, не знаю. И поэтому, видимо, и подошли к Володе Роздобурдину с этим. Когда я сейчас вот Володю увидел, ну, спасибо вам, что вы сохранили. Потому что архив, это важно. Это наша память. Это память, память поколений. Хочется пожелать всем сегодняшним ветеранам телевидения здоровья, здоровья и здоровья. Все. Спасибо еще раз огромное за интересную беседу. Спасибо. Сегодня с Игорем Ивановичем Зибиревым мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакассии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности. И таких людей еще немало. Нам вместе с ними есть о чем вспомнить. Смотрите нас на канале Россия 1. Увидимся. Вперед за новыми победами. Юные теннисисты Абакана готовятся ко второму туру чемпионата России. Тренировки проходят в усиленном режиме. На соревнованиях остается две недели. Об успехах и надеждах теннисистов Хакассии в материале Виктора Бурова. Катя Абрамова самая младшая из теннисистов клуба «Белые молнии», которые поедут на чемпионат. Но никаких поблажек. К предстоящему чемпионату готовятся так же, как и все, по несколько часов в день, без выходных. А старшие товарищи еще могут позавидовать ее скорости игры. К тому же спортсменка уже состоит в сборной России. Главная цель на предстоящие годы – стать чемпионкой мира. Прославить свою Хакассию, прославить свою республику, чтобы все знают, что такое республика Хакассия. Тренеры говорят, шансы на победу в клубном чемпионате России у наших теннисистов более чем высокие. Ведь в первом туре, который проходил в октябре, наши юноши и девушки одержали уверенную победу в общекомандном зачете. Да и ни для кого не секрет, что Абаканская школа настольного тенниса – одна из сильнейших в стране. Наши спортсмены – неоднократные победители первенств России и Сибири. Три теннисиста сегодня входят в сборную России. Высоко оценивает клуб «Белые молнии» и лично помощник президента России, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса Игорь Левитин. Смотрел всю игру Жукова нашего и сказал, подойдя к Дмитрию, сказал, ну слушайте, вы меня убили. Никогда не думал, что в Хакасии так высоко развит настольный теннис. Но несмотря на внушительные успехи, тренеры опасаются, что участие даже во втором туре клубного чемпионата, который пройдет в Оренбурге и Казани, может оказаться под вопросом. Сегодня на дальнюю дорогу не хватает денег. Плюс форма – инвентарь. Все расходы ложатся на плечи родителей. Да и времени до чемпионата – считанные дни. «Белые молнии» мечтают иметь постоянных спонсоров. Впереди еще не одни крупные соревнования. Есть приглашения на турниры в Европу. В ближайшее время теннисистов из Абакана ждут в Австрии. Их туда пригласили немецкие тренеры, когда сами недавно приезжали в Хакасию на первенство общества «Динамо». «Я считаю, что мы выступаем за честь Хакасии, за честь Абакана. Наши ребята выступают довольно-таки хорошо. И Хакасия, в принципе, везде звучит на устах в теннисном у нас мире». Ко всему прочему, нашим теннисистам, которые входят в сборную России, тоже необходимо регулярно выезжать на международные турниры. Но с каждым годом находить средства все сложнее. Виктор Лушников, Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов. «Весть и Хакасия. События недели». На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до новых встреч.